Вот оно, самое проблемное место детского сада. Через этот коридор детишки проходят в спортзал. Следы протекающей кровли заметны невооруженным глазом. Судя по всему, течет крыша уже не первый год, а постоянно влажность способствует появлению плесени. В целом в учреждении созданы благоприятные условия для нахождения детей в детском саду, соответствующие санитарным нормам. Ко мне жалобы не поступали, ко мне никто не обращался, и никогда никто не подходил с жалобами на то, что где-то протекает кровля. А вот в Роспотребнадзор родители с жалобой обратились. После плановой проверки выяснилось, в учреждении стены и потолки в грибке необходим ремонт кровли. Это касается технического корпуса. В самих группах картина лучше. Комплексная проверка была. Естественно, какие-то правонарушения были выявлены, но помимо ремонта их работ, они такого существенного глобального для угрозы и жизни детей не носили. Руководство садика признается, проблема протекающей кровли существует давно. С проверкой здесь были еще осенью 2016-го, но дело все равно дошло до суда. В начале этого месяца он обязал провести ремонт дошкольном учреждении. По решению суда заняться приведением детского сада в порядок должны его руководство и представители исполкома. Из дополнительного резерва управления дошкольного образования уже выделены необходимые средства, а подрядчик, которого в скором времени определят, начнет свои работы в весенне-летний период. Локальный ремонт обойдется примерно в 600 тысяч рублей. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР.